здравствуйте сегодня у нас обзор тангенциальных проигрывателей а его ну вот их у меня тут две штуки но они практически внешне практически ничем не отличаются внутренних отличиях мы поговорим чуть позже но обычно эти проигрыватели входили в состав стереосистем а его но в свое время мне очень нравились эти системы и звучали хорошо и были достаточно компактно имели все что необходимо выпускались эти проигрыватели 85 86 годах прошлого века но и так как это достаточно поздний выпуск они уже включали в себя различные новшества в области воспроизведения грампластинок проигрыватели оборудованы тангенциальными тонармами что было очень популярно в то время а еще они оборудованы системой поиска и программирование треков на пластинке ну об этом я немножко позже на этом остановлюсь пока два слова про ремонт и значит в принципе я покупал сначала проигрыватель лик 120 или 180 уже мне достался очень дешево но как бы так учили решил заодно купить значит у 120 все было нормально практически и даже игла в неплохом состоянии но за исключением необходимости чистки и смазки значит механизма тангенциального привода юстировки и смены пасека и также у него разъемы аудио были повреждены я их заменил на другие а вот с другим проигрывателем было немножко по-другому ну конечно там тоже потребовалось значит чистка смазка замена пасеков и у него была разбита игла значит я купил альтернативную и у него была проблема с началом воспроизведения когда пола пласть и он опускался на пластинку то звук был прерывистый иногда его вообще не было но благодаря тому что у нас есть сервисная инструкция значит было понятно что какая-то имеется проблема в области схемы приглушения звука во время подъема опускания таварма но и как всегда так как электроника наука контактах проблема оказалась в окислившихся контактах датчика подъема опускания таваром и после их очистки все стало прекрасно сейчас мы посмотрим на эти проигрыватели более детально и немножко так сказать обсудим их разницу и так разница в этих проигрывателей состоит в том что в 80 моделей использована пасековый привод двигателя вот уже в 120 моделей использован прямой привод двигателя но надо сказать что я предпочитаю прямые приводы но пасековый данном случае тоже очень неплохой уже в середине 80 технологии стабилизации приводов были очень хорошо отлажены и значит несмотря на достаточно легкий диск мы потом увидим работает очень хорошо технические характеристики я приведу в описании к видео вот и сразу скажу что очень хорошо что сервисная инструкция на эти проигрыватели доступна в интернете совершенно свободно все желающие если надо столкнуться с таким проект ли надо будет их приводить в порядок могут ее скачать но вот сейчас я покажу пасековый привод проигрывателя вот мы сейчас снимем диск вот видите здесь стоит двигатель пасек и вот если снять диск он достаточно легкий но система стабилизации современные они очень позволяют держать очень хорошие параметры скорости и вот так он выглядит внутрь вот это вот прорезь технологическая она нужна при разборке ну подробнее можно посмотреть в сервисной инструкции как происходит разборка в данном случае достаточно простая вот сейчас мы отодвинем этот и откроем второй с прямым приводом значит проигрыватель но здесь тоже самое немножко отличное значит диск но он такой же практически только без ободка для директ драйва и как видите здесь нету пасека но что обратите внимание что фактически вот эта панель на верхняя крепежная она одинаковая для той другой модели то здесь вот видите посадочные места по двигатель то есть он сразу дорожка для значит внутреннего ввода диска то есть они выпускались достаточно универсальные корпуса и как я уже сказал сервисные инструкции сразу две модели и там только отмечены схемные различия и соответственно привод тангенциального тонарма совершенно одинаковые в том и другом случае но привод тангенциального тонарма тут классический ничего особенного обычный классический тросиковый привод вполне так хорошо себя давно уже зарекомендовавший теперь о чем мы поговорим об органах управления но значит вот здесь у нас включение питания проигрывателя тут зажигается оперейт светодиодик вот это вот панелька как раз он является особенностью этой модели проигрывателей это панелька программирования на проигрывание треков дело в том что в тонарма встроен оптический датчик и при запуске проигрыватель сканирует пластинку находит треки запоминает расстояние каждому треку и вот здесь можно будет указать в каком порядке играть эти треки и играть ли их подряд и так далее значит сразу следует заметить что что значит видите здесь всего на 7 треков то есть более новые пластинки с большим количеством треков он не находит кому же сборники где записано по 10 12 композиций и за счет сужения дорожек и меж дорожечных промежутков но вообще толком не определяет и сразу скажем что конечно же точность позиционирования никак не не идеальная иногда немножко ошибается чуть вперед чуть назад я пытался его подрегулировать там есть такая возможность регулировки значит на плате но на разных пластинках он себя ведет чуть по-разному мы это дальше увидим значит есть ручной режим работы то есть мы можем ручками значит вот нажать извините не включил ручками нажать значит включится диск и поедет она то есть вручную поставить и пустить его вот вернуть его вручную на место поднять и пустить вот и есть автоматический режим он нажимается стоп и старт и это же кнопка используется для остановка но клавиши репит тут зажигается светодиодик подъема пускания тонаромов это клавиша как раз связано с программированием то есть мы можем на один трек вперед пойти или на трек назад при воспроизведении значит ну как я уже говорил вот это номера треков это кнопочка очистки программой а эта кнопочка начального сканирования пластинки то есть мы можем поставить пластинку включить этот режим и тогда значит он будет считывать значит прочитает позиционирование треков и будет каждого трека воспроизводить первые где-то 10 секунд так что мы с вами услышим можем понять что за пластинку мы с вами купили достаточно быстро не трогая ее руками ну теперь вот это вот панелька здесь значит режимы выбора скорости можно установить ручной режим 33 или 45 и режим значит автоматически будет такой если 45 то будет пластинка 17 сантиметров а если 33 то пластинка соответственно мы можем изменить это поставив переключатель другое положение при автоматическом выборе скорости будет пластинка 30 сантиметров на 45 и 17 сантиметров на 33 но и обычно он работает в автоматическом режиме вот так вот у нас ручной 45 так у нас ручной 33 а вот так у нас нормальный режим значит выбора 30 40 17 размера и наоборот инвертированный режим сейчас мы посмотрим как это все дело работает ну еще забыл сказать что вот тут вот находится переключатель чувствительности сенсора значит нормальная низкой чувствительность и высокая ничего не могу на счет сказать я поигрался с ними высокая чувствительность не очень хорошо низкая тоже вот нормальная самый раз значит давайте посмотрим значит ну ручной режим работы я вам не буду особо показывать потому что он классический то есть передвинули тонар подняли опустили значит как работает полностью автоматический режим значит мы для этого нажимаем кнопочку старт-стоп возвращается двигатель его смотрите значит астана сканирует пластинку он сканирует все паузы ночью нашел старую пластинку который хорошей дистанцией между треками тут шесть треков поэтому результат будет вполне приличный сейчас он просканирует все треки запомнит их позиции и начнет воспроизведение значит вот здесь мигает индикатор воспроизводимого трека теперь значит что вот он начал играть если мы нажмем кнопочку вперед он переедет на следующую дорожку вот мигает индикатор двоечка еще раз вперед нажмем он еще так переедет на следующий трек ну вот ну и назад нажмем он опять будет на этот же трек я так и не понял почему это происходит то есть нельзя вернуться на предыдущий трек какая-то совершенно тайная такая для меня ситуация то есть можно начать этот трек сначала так теперь мы сделаем что мы с вами нажмем стоп вот нажмем стоп у нас здесь шесть песен и давайте мы запрограммируем эти шесть песен значит мы поставим причем в определенном порядке мы поставим сначала играем шестую затем играем вторую и затем играем 4 видите у нас зажглись все но запомним как мы нажимали эти кнопки и теперь нас включим воспроизведение автоматическое но он всегда перед началом сканирует то что у нас поиск всех треков на пластинке это обязательная операция в начале тушь он не знает вот теперь значит он начнет воспроизведение чем обратите внимание вот здесь написано 6 мигает то есть мы ее нажали первой он начнет воспроизведение с трека номер шесть вот теперь если мы ну как бы когда он сам закончится он перейдет на другой но мы нажмем вперед и тем самым принудительно заставим воспроизвести следующий трек так сейчас он видите забегал второй то есть в том порядке в каком мы указывали он и будет воспроизводить второй трек значит началось воспроизведение второго трека и теперь снова вперед вот и начнется воспроизведение четвертого трека вот здесь мигает индикатор ну как бы все вот если мы опять нажмем вперед он закончит работу потому что программа закончилась вот значит в принципе всегда программа можно сбросить вот этой кнопкой clear значит теперь в конце я вам вместо обычного прослушивания пластинки какой трека просто покажу как этот проигрыватель работает в режиме интро то есть как он звучит в режиме интро воспроизводит каждый трек вы это сможете таскать и увидеть и увидеть и послушать если что я постараюсь максимально точно синхронизирует уж писать я буду уже с колонок а на аудиокарту вот я постараюсь синхронизировать видео со звуком но если будут небольшие расхождения прошу не судить меня строго значит на этом все это будет краткий обзор поздравляю всех моих зрителей с новым годом желаю и в новом году здоровья благополучия и всяких успехов спасибо и до свидания и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok